Единый налоговый платеж – это своего рода аналог электронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и НДФЛ. Действительно очень удобный такой платеж. Во-первых, за благовременность. Можно заранее положить денежные средства на определенный счет и, собственно говоря, дальше уже не думать. Сама налоговая служба сделает так, как надо и, соответственно, казначейство также проведет платежи, как надо. Кроме того, цифры говорят сами за себя. Вот статистику, которую мы собрали, показывает, что несмотря на то, что только во второй половине была возможность у налогоплательщиков, у лизанцев воспользоваться единым налоговым платежом, более полутора миллионов рублей было перечислено в виде единого налогового платежа. И мы думаем, что эта цифра будет расти, потому что очевидно, что практическое применение достаточно легкое и удобное. Напомню, что возможность оплатить все имущественные налоги единым платежом появилась у налогоплательщиков, физических лиц еще в 2019 году в связи с принятием поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации. Теперь с 1 января 2020-го единым налоговым платежом можно оплатить и НДФЛ. Кроме того, с этого года изменились сроки проведения зачета единого налогового платежа в счет предстоящих платежей. Если у налогоплательщика единый налоговый платеж пришел до момента направления налогового уведомления, то в этом случае он идет в зачет платежей в течение 10 дней с момента направления налогоплательщика уведомления. Если же налогоплательщик перечислил денежные средства в виде единого налогового платежа после направления ему уведомления, то тогда в течение 10 дней с момента поступления вот такого единого налогового платежа в бюджет его обязанность перед бюджетной системой будет исполнена. Ну и естественно, если у налогоплательщика есть задолженность по налогам, то в первую очередь вот эти средства единого налогового платежа, они будут перечисляться как раз в счет погашения налоговой задолженности. Не следует путать добровольность внесения денежных средств в виде единого налогового платежа и обязательность уплаты физическим лицом имущественных налогов и НДФЛ. Те граждане, которые имеют налогооблагаемое имущество и, кроме того, обязаны в определенных случаях уплатить налог на доходы физических лиц самостоятельно, они в обязательном порядке, в установленный законом срок, должны такую обязанность перед бюджетом исполнить. А вот при этом будут ли они использовать единый налоговый платеж или по старинке будут различными, несколькими налоговыми платежными документами пользоваться, но здесь уже зависит только от самого налогоплательщика. Обязательность уплаты налогов у нас никаким образом не поменялась и в соответствии с Конституцией, с налоговым кодексом, это самое, в общем-то, основное, что хотелось бы донести до рязанцев. Внести единый налоговый платеж гражданин может как за себя, так и за третье лицо. Сделать это очень просто с использованием интерактивного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин». Сервис позволяет внести денежные средства в режиме онлайн или помогает сформировать платежный документ для осуществления операций в банке. Внесение единого налогового платежа также возможно через личный кабинет налогоплательщика. На главной странице верхней правой части как раз можно увидеть схематическое изображение кошелька. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».